Всем привет, мы находимся в ресторане Америка. И вас что такое сказать? Да, я уже провел Wi-Fi, потому что это основное действие, когда я прихожу в ресторан. Здесь отличнейший Wi-Fi. Пока что еды я не увидел, но нам ее готовят, и мы расскажем попозже. Но я уже могу сказать, что булочки нам такие вот принесли, типа хлеба, они горячие. Прям вот, ну, жалко, что не передать вам это как-то вот визуально. Они горяченькие, да, такие. Почему клуб называется Америка? Ну, вы знаете, в СССР, помните, у всех была такая мечта уехать в Америку, да? И мы подумали, ну, зачем как-то далеко ехать в Америку? Америка может быть и у нас, и поэтому решили открыть такой замечательный комплекс, который включает в себя и таверну, и ресторан, и ночной клуб, и даже сауну, чтобы все было включено. И прямо сделать это в Санкт-Петербурге. Ну, и плюс ко всему, конечно же, это кантри-клуб, кроме всего прочего. У нас идут вечера в стиле кантри, играют музыку кантри, есть специальный контингент, который весь одевается в шляпу, в джинсы, и колбасится, тусуется. О, что нам принесли? Здравствуйте, я принесла салат Нива, да? Я считаю, что лучше пусть попробует его девушка, потому что он очень замечательный. Если она не за рулем, то это вообще прекрасно, потому что у него стоит вино. Красное супа. Всем мяу, с вами Миром Абафилка, и вот как раз мне принесли блюдо такое мясное. Вкусно сказали, что для девушки. Возможно, в нем имеется что-то специальное для женского здоровья. Ну, очень вкусно. На самом деле, я очень хотела мясо. Неделю хотела, но я ленивая, кошатиной, и не смогла себе его приготовить. А вот это, да, наконец-то моя мечта сбылась. А это лучше для мужчины. Это салат ковбойский. Посмотрите, замечательно. Вот, кто из вас будет попробовать? Мы мужчины. Мы мужчины. Спасибо. Я в курсе, что нужно есть. Приборами, но я не могу дираться от такой красоты. Это, насколько я понимаю, поджаренный яичный желток. Васаби точно есть. Не знаю, что там, но это вкусно. На какой кухне вы специализируетесь? То есть, американском, может быть? Или там можно встретить в меню различные блюда? Вы знаете, конечно, приоритет мы отдаем стейкам. Для тех, кто любит мясо, разные прожарки, это, пожалуйста, это всегда у нас. Вот. Но, конечно, так как люди предпочитают разного вида кухню, мы, естественно, европейскую кухню ввели в меню. Так, я вижу, нам еще что-то несут. Это у нас что? Так, для вас будет салат крабовый с авокадо. Ох ты, ничего себе. А вы можете сказать их ингредиент, а то мы мучиться будем? Авокадо, крабы, огурец. Салат, в котором есть авокадо, ем из авокадо. Это даже странное ощущение. Интересно, а если был бы салат кокосовый, я бы ел его из кокоса? Для вас салат охотничий. Настоящий салат мучий. Пять видов мяса. Это бекон, свинина, говядина, колбаса твердого копчения и еще изюминка от шеф-поварного муру. Мы вам этого не расскажем. Вашим салатиком коктейльчики. Клубничный мохито, настоящий свежим клубникой. Очень замечательный коктейль. Клубничный мохито на уровне. Конечно, многие скажут, что мохито должен быть только классическим, но если брать из клубничных, то это один из лучших, которые я пробовал. Коктейль банановая корова. Банановая, тогда мне ее, пожалуйста. Пожалуйста. Я люблю банановую. Ингредиенты я вам не скажу. Добавляйте салат. Хорошо. Он банановый с чем же еще? С малиной. Сразу скажу, он офигенный, но что-то там еще. Они сказали, что какой-то секретный ингредиент. Блин, теперь я буду мучиться. Блин, он офигенно, кстати, вообще. Слабительный? Не, ну реально круто. Блин, я хочу выпить. Вот этот я, пожалуй, не выпью мужчина. А вот этот более полегче для девушки. Потому что здесь больше ликеров в шоколадном. Его надо поджечь. Ого. Денис, быстрее. Денис, выиграю. Ура. Получаешь еще один салат. А, у меня трубка на место. Воу-воу-воу, полегче. Ну как ощущения? Пробивное. Чувствуется? Да, чувствуется. У меня аж трубочка загорелась от чувств. Какой? Неа. Ух ты, у тебя вообще офигенно получается. Я так понимаю, что вопрос, чем отличается ваше заведение от других, отпадает? Но все-таки, может быть, есть что-то, какая-то изюминка, отличная черта от всех остальных, может быть, подобных или каких-то других заведений? Ну, на самом деле, то, что касается клуба, у нас всегда идут только тематические шоу-программы. Вот. На этих шоу-программах мы разыгрываем различные сертификаты. В том числе сертификаты на нашу сауну замечательную, да. На 2 часа бесплатного посещения можете один, да-да-да, это мы для вас. В любой день, пожалуйста, будний день, на 2 часа мы вас ждем. Приходите, попаритесь, у нас там большой выбор саун. А вы здесь нравится, знаете? Так, ну что ж, у нас кажется, что здесь все заканчивается. А я вот вижу, нам отнесут еще коктейль. Рассказывайте. Этот коктейль я отдам вам. Хорошо. Он очень вкусный, он очень похож на пиноколаду, но это не пиноколаду. Ну что ж, как Макс обмолвился, голубой коктейль для меня, хотя он бирюзовый, зеленоватый. А, ну я просто плохо разбираюсь в голубых оттенках. Да, действительно похож на пиноколаду. С чем? Но более сладкий. Видимо, кроме кокоса. 100% кокос чувствуется, да. Может быть, ананас, хотя он здесь намекает лежит. И, наверное, все-таки Бакарди, ну в смысле Рома, какой-либо. А это для девушки. Это называется поцелуй Венера. Как называется сейчас? Поцелуй Венера. Поцелуй Венера. Попробуйте, очень вкусно. Без рук. Попробуй. Давай, пробуй сразу же. Я всегда мечтала, чтобы меня поцеловала Венера. Смотри, с какой ты стороны поцеловала. Смотри, что ты вкладаешь в это понятие. Прекрасная дама с мягкими нежными губками. А теперь про коктейль. Вкус очень похож на нежные губки девушки. И я как золоток говорю. Мне очень нравится. Нас по блату пустили поснимать вип-зону. Здесь можно отпраздновать дни рождения, корпоративы. Да все что угодно можно отпраздновать. Помещение оно большое, оформлено очень красиво. Наше настроение явно сразу солнечное и приятное. И можно даже посидеть на белых стульях. Я уже себя чувствую вип-персоной. Так. Скажем, у вас закончились напитки. Пожалуйста, для вас Текила Санрайз. Очень охлаждающий. Текила Санрайз. Значит, там Текила, Макс. Там Санрайз, мне кажется. С Текилой. Текила вообще не чувствуется. Дело в том, что я не очень люблю Текилу, потому что как-то один раз у меня был такой случай, что я ее переупотреблял. Поэтому запах, вкус мне то есть не очень нравится. Но здесь как-то подобно все остальные ингредиенты, что... Шикарный коктейль. Вот на самом деле. Попробуйте, выктуете и скажите, что не так. Попробуйте только, скажите, что не так. Какая женщина. Да, кстати, у меня облажнена, наверное, в Маките. Чувствуется цитрус. Так, так, сразу рассказывайте. Так, рассказываю. Это эскалоп с брониками. Соус специально привез нам из Америки. Наш шеф-повар нам 5 лет там работал. В какой раз уже я говорю, что плохо, что камера не придет запах, но это опять тот случай, когда... Вы не можете понять, как здесь плохо. А это жаркое, по-царски. Со свежими овощами, перец, баклажаны, помидоры, свинина и прекрасный тоже соус. Это вот такая вот свиная тарелка, я бы ее назвал. Видите, как из свиньи сделано. Здесь свинина, разные овощи, картофель. Все это в едином, как-то запеченном. Очень вкусно. Здесь много. Так что, ребят, налетайте все. Пожалуйста. Хотя Макс, я так смотрю, уже своим наелся. Мир наелся своим, Денис своим. Придется мне одному отбиваться. Последний коктейль, как он называется? Кир Роял. Очень простой. Здесь шампанское и один ликер. Что тут называется? Шампанское и секретный ликер. Да, попробуйте. Не взмени, а может, надо их мешать? Я попробую. Любительница коктейлей. Если угадаете какой-то ликер, то еду такой же второй. Ой, я ликерок не басту. Давай угадывай. Живо. Я знаю только вы, и все. Давай, ехай. Давай. Макс у нас спец по ликеру, он сейчас угадает, что за ликер на второй принесут. Я не понимаю. Давай, Макс, на тебя последняя надежда. Диварс, нет? Это виски. Да я знаю. Нет, не скажу. Ну ладно, тогда вы меня потом урастите. Как ты? Это виперт черной смородины. Это был мой следующий вариант. После никакого. Первый после Бога. И на выбор для вас два десерта. Кто будет тортик? Ну, тортик, я не знаю. Девушка, значит, Денис. Девушка, вот это шоколадный чизкейт с четырьмя видами шоколада. Вообще похоже на такие конфеты были, такие тянущие, вот очень вкусные. Так, я не знаю, как называется этот состав, но вот очень вкусный и особенный. А для вас мороженое, сладкие каменькие, с фруктами, с сиропом. Вот для вас ложечка. Вы представляете, друзья, я за все лето ни разу не ела мороженое. Вот этот мой первый раз за целое лето. Я даже разручилась, вы есть. Холодненькая и сладкая. Вот мы с вами посетили заведение под названием Америка. Честно говоря, я вот думала, что в Америке еда состоит только из гамбургеров и картошки фри. Но здесь нам показали, что американская еда действительно очень разнообразная и вкусная, и даже может быть полезная для фигуры. Вот мне дали лично именно мисочку с тем, что и не майонезная, и не жареная, и очень вкусная. Да, мясо, мясо, я о нем так мечтала. Отличительной особенностью этого заведения, я считаю, это отличные, просто превосходные коктейли. Бывает в разных других заведениях, там один прямо вот хороший фирменный, а другие так себе. В этом же заведении каждый коктейль, который нам приносили, он шикарный. Ну, на уровне лучших тех, что, допустим, пробовала я. Ну что ж, ну а я от тебя хочу сказать, что раз уж не сказали о еде, вернее, ты, правда, сказала почти все, но так как мне ничего больше не осталось, я все-таки могу свое мнение высказать. Так вот, мясо, естественно, было потрясающее, все первые и вторые блюда были офигенные, все, как они там называются, скажи мне? Десерты? Нет, десерты, салаты. Коктейли, салаты? Тогда я вот отсюда. Все салаты были хороши, в общем-то, нам, естественно, очень понравилось. Мы почти в восторге. Наши двери всегда открыты, мы для вас работаем 24 часа. Вот, и всегда ждем вас, приходите к нам. Всех, кого заинстагр... Заинстаграмила. Всех, кого заинтересовало, приходите. Индустриальный, но дом 9. Сейчас, сейчас. Всех, кого заинтересовало, приходите. Индустриальный дом номер 9. Да что ж такое? Всех, кого заинтересовало, приходите. Индустриальный дом 9. Индустриальный дом 9. всех кого заинтересовало приходите индустриальный дом 9 ресторан америка сейчас попробую вам снять ее ну что как сегодня поедем домой я не знаю мне кажется как обычно где такси у нас же любимый наш телоотвозитель get такси ну что тела вон по моему за нами уже приехали а мы прощаемся еще раз и идем такси пока